Сегодня мы с вами посидим Магнитогорский цирк. Сейчас с 4 ноября по 3 декабря идет очень хорошее шоу под названием «Цирк зажигает огни». И сегодня мы как раз и посмотрим на это шоу. Что для меня был цирк? Самое забавное, что я старше этого цирка. Он открылся в 1975 году. Но с 1978 я видел как он рос, потом херел, потом вернулся. И честно таких в России немного. Здесь выступали различные человеки из мира попа, потом уехали в другие места, были продажи мебели. Но слава богу цирк не ушатали. Что сегодня и сейчас? И пока вы смотрите представление, я чуть-чуть объясню. Начнем мы с удовольствия. Потому что именно удовольствие в руках у выступающих. Они посвятили цирку всю свою жизнь. Это чувство другое. Они дома бывают раз в месяц. Они меняются, ездят по всей стране. И куда можно приехать? Только вот вопрос к зеленым. Есть такие дебилы. Не понимают они главного. Животные здесь в удовольствии. И жизнь их больше, чем в природе. А какие умы? А какие умы? И не каждый, далеко не каждая желатина сравнится с такими мозгами. А это не животные. Это настоящие члены циркового коллектива. Им нравится отвинтецкая кормежка. Они работают, да еще как. Цирк – это их жизнь тоже. Отдельная тема, что умеют делать мастера цирка. А это и есть мастера. Далеко, мягко говоря, не каждый может это сделать. Давайте определимся. Гимнасты здесь все. И клоуны тоже. Чем они отличаются от гимнастов в природе своей? Так чем же? Тем, что они постоянно в работе. Но не ушли как 99%, а остались. Может процентов-то и меньше, может это сотый процент. Как вы думаете? То же самое. Без гимнастических трюков здесь нет ни единого составляющего. Не видите? А видеть придется. Первое – это высота. Далеко не каждый может это сделать. Страховка есть, но не всегда. Чтобы подняться, человек лезет без страховки, используя свои силы. В этом и есть уникальность. Не каждый это сделает. И даже я, наверное, очкану. Как можно похилой, как мне кажется, лестницы забраться на 4 или 5 этаж? Хотя я устанавливал антенны, но это были сложности с креплением пожарных лестниц на стенах. А здесь – интересно. И при этом не думайте, что только артист работает. Ему постоянно помогают работники цирка. В следующем материале я про них и расскажу. Как можно быстро поставить и быстрее убрать, пока вас развлекают клоуны. Щелки нету. Щелки поставили. Не надо думать только об актерах. Сцена из той же оперы. Малость – это даже большая тема, чем театр. За 2 часа меняется все и быстро. Вот уникальность цирка. Или вы думаете, что это просто так? Медведь, наш любимый, меняет фурнитуру. Нет, к нему помогают. И смотрится все на ура. К слову, ура можно сказать всем тем, кто это видит удовольствие. К слову, всего раз в месяц меняется цирк. Раз в месяц. И честно, каждый может, но каждый должен посмотреть уникальность. И сумма по аналогии, как реальный поход группы в кино. Можно это сделать. Привет. А тебе понравилось представление? Да. А какое тебе больше всего понравилось представление? Кто понравился? Медведь? Медведь, по-моему. Медведь. У тебя день рождения, поздравляю тебя. Можешь дать пару слов? Спасибо. Тебе понравилось представление? Да. А какой номер тебе больше всего понравилось? С медведями. Какое самое захватывающее, по твоему мнению, было представление? Самое последнее. Очень. Класс. А что тебе больше всего понравилось? Медведи, когда выступали. Тебе понравилось представление? Да. Мне понравились собаки, ну вообще все. Медведи. А что тебе больше всего понравилось? Все. Тебе понравилось представление? Да. А что тебе больше всего понравилось? Медведи. Конечно, дети – это главное. Вот у меня тяга. Сыну, который выступает в лучшем в России коллективе восточных танцев Амарита. Умеет и работает в гимнастике. Ездит на моноколесе. Я имею в виду не моносамокат. Я и вижу чудо. Вот это чудо будет другое, когда мы зайдем вовнутрь. Потому как с детства я мечтал о своей лошади. Хотя собаки и кошки были. Но хотелось. Очень-очень. Да, я мечтал о цирке. Были такие. Честно, клоуном я являюсь. Но клоуны бывают разные. Я более жесток и справедлив. И может, хотелось такого тела. Очень-очень. Но часть работает спокойно. И моя часть – вам показать искусство, которое есть и будет в нашем любимом магнитогорском цирке. Собственно, сейчас все то, что мы показали, это еще не все. Вы можете сами прийти и посетить этот цирк. Сумма не очень большая. Вы можете сами прийти и посмотреть на это шоу. Потому что я бы вам порекомендовал делать это каждый раз, когда выпускается новое шоу. Потому что, во-первых, мне это понравилось. Я поспрашивал у других людей, им тоже это понравилось. И самое главное, что цирков в России не так много. Всего лишь 16. И наш город дает вам возможность посетить один из них и насладиться этим представлением.